и снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры в данном видео мы с вами поговорим на такую тему точнее сказать продолжим эту тему касательно новых свидетельств грабежа совершаемого армянством на территории российской федерации я на своем канале не раз приводил примеры свидетельствующие от данных черных делишках исходящих от армянства но если в предыдущие годы данные представители армянства оказывались безнаказанными то в связи с многочисленными действительно можно сказать громадными обширными реформами которые сейчас совершаются в правоохранительных органах россии когда россия старается зачистить или очистить свои ардеевы конюшни очень хочется надеяться что вся та грязь которая скопилась с момента разрушения советского союза и формирования постсоветской россии россии удастся зачистить всю эту скопившуюся грязь удастся зачистить тех личностей которые крышевали робсонов арабромянов и так далее я не буду сейчас показывать вам те многочисленные ролики которые загружены на мой канал в которых именно и говорится об этой составляющей составляющей свидетельствующий о совершении многочисленных форм грабежа российской федерации исходящее от армянства нет но ссылки на эти ролики обязательно оставлю под данным видео ну а теперь давайте я вас ознакомлю с новым свидетельством совершаемым на территории юга россии грабеже который совершает армянство а также крышующие некие личности из так называемого условного русского народа условные личности есть среди всех народов поэтому здесь удивляться не приходится единственное что хочется сказать прежде чем вы прослушаете новые свидетельства скажите мне пожалуйста кто крышует кто осуществлять основное крышование данных черных схем совершаемых представителями армянского народа на территории российской федерации я неспроста открыл страницу данного во предыдущего своего видеоролика об арабромяне он глава союза армян россии надеюсь вы понимаете что без него здесь ничего пройти бы не смогло а уж куда деньги потом посылаются надеюсь тоже не для кого не секрет ну а теперь давайте уж точно приступим к ноу к новому видео в котором будет засвидетельствовано еще множество серых даже бы сказал черных схем которые совершает армянство на юге россии большое спасибо за это евгению михайлову ну что ж приступим выражаем особую благодарность за моральную поддержку в создании сюжета и ярому борцу с коррупцией судья анапского городского суда михину борису александровичу здравствуйте с вами евгений михайлов новому генеральному прокурору российской федерации игорю викторовичу краснову досталось тяжелое наследие масса прокурорских работников интегрирована масштабные коррупционные цепочки нужна глобальная чистка которой он занялся используя содействие силовых следов по данным сми первый удар был нанесен по этническому лобби за два дня уволены свыше 20 высокопоставленных руководителей среди которых георгий алогумян карен нерсесов юрий карапетян нацакан саркисян и другие затем в отставку подали вульхаться из краснодарского края известного резонансными делами бант сергея цапка в кущевке и депутата законодательного собрания края сергей зеринова в анапе высокопоставленные генералы игорь бабаев и леонид корженек именно на период руководства ими кубанской прокуратуры с пришелся расцвет незаконного и самовольного строительства наверное так совпало что именно после их ухода ушли годы на восстановление нарушенных прав десяткам тысяч дольщиков при активном участии заместителя генерального прокурора российской федерации кикать андрея владимировича и прокурора краснодарского края табельского сергея владимировича честен и хвала однако краснодарском крае все еще остались золотые прокуроры губанских строек если прокуратура называемая ее создателем петром первым полком государевым смотрит не на пресечение нарушений закона а на то сколько стоит закрытие данного полка на те или иные нарушения начинается повсеместное искажение принципа справедливости и неотвратимости наказания так коррупция разъедает а здоровую ткань общества граждане становятся беззащитными а олигархи и преступные элементы как в лавке покупают себе нужные решения их вопросы поклонение золотому трицу столь слепит в сорт стражи порядка что они сами покрываются цветом золота в купальской прокуратуре обнаружились по нашему мнению свои золотые прокуроры некоторых заинтересованных служб накопились толстые папки с материалами рабочий день начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры краснодарского края юлия борисовна палаткина начиная с приема местных коммерсантов ее покровительство предпринимателям не знает предела но по всей видимости знает свою цену ее интересы охватывают в основном сферы строительства мусороуборки добыча полезных ископаемых и другие среди ее подручных начальник отдела краевой прокуратуры анна львовна вершина который только на брендовые наряды путиках за один раз оставляет полугодовую зарплату прокурорского работника замечена совершающие полеты на комфортных частных самолетах с богатыми армянскими застройщиками ведь она долгое время курировала сферу строительства все потоки шли через нее масса недвижимости оформленные на ее родственников греет лучшей прокурорской пенсии второй начальник отдела краевой прокуратуры юлия алексеевна волосова с ее давним любовь прокурором западного округа города краснодара романом петровичем соколом вовлечены в строительство мусороуборку и обслуживание интересов как вы думаете кого всем известного концерна покровский который по нашему мнению желает и входит в мусорный бизнес региона карьерный рост юлии палаткиной связан с близостью к ушедшему в отставку генералу Игорю Бабаеву и семье Синяковских в частности к Сергею Синяковскому известному в СМИ своей причастностью к скандалу за взятки переданные его знакомым Дмитрием Смычковским теперь уже осужденным длительным сроком лишения свободы генералом Следственного комитета России Максименко Грыманову и Никандрову Игорь Бабаев, Юлия Палаткина и Анна Вершинина длительное время покрывали Краснодарского застройщика Сергея Мельника похитившего у полутора тысяч дольщиков ЖСК «Западный город» сотни миллионов рублей Сергей Мельник, получив разрешение на разведение четырехэтажных домов фактически самовольно строил семиэтажные многоквартирные дома юристом у него чечелся Сергей Осипов ранее работавший в подчинении у Юлии Палаткиной если хорошо проверить собственников квартир в этих домах то можно увидеть, что дорогостоящий пентхаус оказался в собственности у дочери гражданского мужа Юлии Борисовны Анатолия Самойлова ранее прокурора Кущевского района Андверского района города Сочи Новороссийского транспортного прокурора Анатолий Самойлов в период работы в Кущевском районе познакомился с интересами концерна Покровский работал долгое время в прямом подчинении у своих сожидений Юлии Палаткиной но это почему-то не считалось конфликтом интересов он ушел в отставку после выхода в свет статьи суперкара для прокурорской дочки кто владел разбитой в Сочи машиной за 12 миллионов в 2017 году после личного приема прокурора края Сергея Владимировича Табельского в отношении Сергея Мельника и его соучастников Воспущено уголовное дело он помещен под стражу однако покровители приложили все усилия чтобы через связи в судейском корпусе дважды вернуть дело прокурору и выпустить его из подстражи и усилия заступников Сергей Мельник оплатил прогостоящий по земельным участкам но 1 июня 2020 года по представлению прокурора края 4-й кассационный суд общей юрисдикции отменил эти беспредельные решения нежестоящих судов получается что Андрей Владимирович Кикать и Сергей Владимирович Табельский не желая сил борются за правоточков а рядом имеют могущественную пятую колонну которая этот процесс тормозит и такой пример не единственный например стройкой занялась личная топовая швея Юлия Палаткина и Анна Вершинина и Ирина Симоненко стоимость ее услуг стоит миллионы рублей эксклюзивной платежной работы лучше взятых деньгами Анна Вершинина в одном из таких платьев была одета на своей свадьбе эксклюзивные рукодельные таланты Ирины Симоненко помогли ей легко получить в аренду дорогостоящие муниципальные участки и разрешение на строительство осуществить самовольную и беспрепятственную застройку на соседних участках но в итоге кроме котлована и устройства свайного поля дело не пошло Ирина Симоненко вместе с руководителем ООО «Атлант Инвестгрупп» Владимиром Луговым с 2013 по 2016 годы под видом строительства 21-го этажного дома ЖК Центральный парк в городе Краснодаре по улице Обрывная 22-21 похищена у дольщиков свыше в 100 миллионов рублей в апреле 2019 года Вадим Луговой осужден приговором суда на 7 лет решение свободы А вот Ирина Симоненко уедена от уголовной ответственности хотя выполняла роль соучастника Угадайте кто ей помог Конечно же Юрия Палаткина и Анна Вершинина которые теперь вместо стройки курируют судебный надзор Решениями арбитражных судов Краснодарского края Ирина Симоненко обязались нести самовольные постройки были прекращены ее права аренды на некоторые земельные участки Однако исполняются ли эти судебные решения вот в чем вопрос надо бы проверить Игорь Пабаев и Юлия Палаткина курировали застройщика Юрия Стеблина и организацию ООО спецстроймонтаж и карьера в Белорическом районе ООО Краснодар стройный рут ООО ГЭЛ стройный рут Юрий Стеблин в свою очередь вел бизнес сотрудником Минобороны Семеном Москотовым гражданином Болгарии из команды скандального министра Анатолия Сердюкова Компания строила Белоричинский полигон твердых бытовых отходов на сумму свыше 600 миллионов рублей Заказчиком выступала АО Край Жилком Ресурс полигон построен но со стройщиком не спешили рассчитаться новый директор АО Край Жилком Ресурс АВИДИС СЕФИРЯН близкий друг подчиненного Юрия Палаткиной все того же СЕФИРЯН и вице губернатора края Андрея Алексеенко притунул схему рейтерского захвата объекта Вот здесь очень важно обратите внимание до этого в самом начале реформ были сняты свыше двадцати представителей армянства в правоохранительных органах России но как вы видите все еще не всех видимо зачистили если отдельные воры все еще грабят Россию то есть у некоторых все еще есть крыши в этих же правоохранительных органах интересно давайте продолжим используя административный ресурс объект был введен в эксплуатацию на основании судебного решения после чего с ООО спецстроймонтаж не рассчитались наоборот сделки строительного подряда расторгли и возбудили уголовное дело чтобы не выплачивать долги застройщику одновременно Авидис Сеферян и сын заместителя руководителя департамента по архитектуре и градостроительства Краснодарского края Александр Устроевый и Семен Саркисьян вывели из ООО край жилком ресурса 95 миллионов рублей уже второй представитель принадлежащий к одной и той же этнической явно финансовой группировке Уже тоже крайне интересно интересно знать просто куда он бежал не в Малую или Армению которая находится в одном из южных штатов США Дело в отношении остальных подельников с трудом рассматривается в Первомайском районном суде города Краснодара далее компания ООО Пересвет регион Краснодар осуществляла строительство 18-ти этажного дома ЖК Урортный в водоохранной зоне озера Карасун на аренду земельном участке при этом прокуратура судилась с мэрией за расторжение договора аренды земли пока длились суды обеспечительные меры запрещающие строительство не налагались за лопирование интересов Анна Вершинина получила квартиру оформленную на родственников только после ее смещения с должности начальника отдела экономики аренда участка была расторгнута в итоге застройщик Петриков потерял 369 миллионов рублей кредитных денежных средств полученных у Сбербанка а завершение строительства легло на плечи инвесторов работая прокурором Кинского района Роман Сокол вместе с депутатом ЗСК Борисом Юнановым ранее работал в краевой прокуратуре занимался мусороуборочным бизнесом под экидой ОАО Кинская мусороуборочная компания полученные активы Борис Юнанов и Роман Сокол Ставший в 2017 году прокурором западного округа города Краснодара стал вкладывать строительство К тому времени Борис Юнанов обформил на себя компаниях в том числе Неометрия ООО СЗ Неопроект и другие Административный ресурс Юлии Палаткиной и Юлии Власовой позволил им строить 24-этажный многоквартирный дом по улице Старокубанской 123А в городе Краснодаре Правы на два земельных участка с разрешением на строительство были куплены у АВА-групп Которая принадлежит Лаву Ротюняну Круг очень близкому другу Банны Вершининой Однако строительство дома незаконно так как Ещё один представитель из армянства ну очень близкий друг Роман Сокол Роман Сокол Краснодара такое сбуждено уголовное дело по факту хищения права на один земельный участок но дело буксует директор ООО КСЦ структуры АВА-группы государственный регистратор и сотрудники Росимущества уводятся от наказания массовые жалобы прокуратуру края от жильцов соседних домов по улице Старокубанской 123-125-129 с 2017 года остаются без надлежащего рассмотрения ввиду покровительства Юлии Палаткиной и Юлии Власовой они же сдерживают контрфирующие органы Департамент по надзору в строительной сфере края и Роспотребнадзор препятствуя им в привлечении компании Бориса Юнарова к административной ответственности надо отметить что соучредителем ООО СССР стройинструмент совместной компанией с Борисом Юнаровым является Владимир Митрофанов один из собственников ООО Краснодарский бетонно-строительный комбинат через который директор Сергей Кузнецов содействовал осужденному застройщику Давиду Кубрадзе в хищении средств дольщиков ЖСК Счастья и РАДА уголовное дело по данному факту в следствии города Краснодара до сих пор не возбуждено работая в Динском районе Роман Сокол завязал тесные контакты с концерном Покровский который занимался скупкой всех господоприятий теперь на территории западного округа города Краснодара вместе с Юлией Палаткиной в интересах концерна он стал массово проводить проверки в отношении активов кубанского предпринимателя Олега Макаревича основавшего АО мусоробурочная компания и банка ЮМК это вполне объяснимо так как сожитель Юлия Палаткиной Анатолий Самойлов познаком с концерном еще по работе прокурором Кущевского района в отношении сотрудников Олега Макаревича возбуждены уголовные дела ведутся проверки налоговыми органами явно взысканию 813 миллионов рублей рушится масштабный бизнес самым основным активом Юлия Палаткиной является известный предприниматель из города Славянск на Кубани владелец большого количества карьеров по добыче песка и грабия в ряде районов края Виктор Куцевольский он удостоен максимального покровительства Юлия Палаткиной которая препятствует налоговым органам проводить проверки в отношении Виктора Куцевольского помогает правильно банкротить ООО цементную транспортную компанию которая задолжала аккредиторам свыше 1 миллиарда рублей также структура Виктора Куцевольского ООО добыча кубок в 2018 году была замешана в незаконной добыче полезных ископаемых за границами горного отвода в Крымском районе по материалам Кубанского УФСБ на и так же схема действий в ее основе поклонение золотому тельцу просим президента России Владимира Владимировича Путина вручить генеральному прокурору России Игорю Викторовичу Краснову его заместителю Андрею Владимировичу Кикатю с привлечением оперативных работников с управления МФСБ России инициировать служебное расследование деятельности группы работников органов прокуратуры Краснодарского края Юрия Палаткина Анна Вершинина Юрия Власова и Романа Сокола по приведенным фактам а также бездействию Анны Вершининой в изношении застройщиков до 2017 вот на этом пожалуй все дорогие друзья я остановлю данный ролик единственный вопрос который у меня возникает к россиянам в том числе именно к представителям правоохранительных органов России скажите мне если вы правильно ответили на мой вопрос который я задал прежде чем мы стали просматривать этот ролик а давайте я повторю вопрос как вы считаете все те многочисленные серые тире черные схемы которые проделывают представители армянства как на юге России так и в Москве и в Московской области как вы считаете проходят ли эти финансы мимо рук Ары Абрамяна который является главой союза армян России если нет тогда почему же вы не наводите порядок почему вы не требуете закрытия данного союза учитывая его криминальную составляющую вы должны запретить союз армян и заставить армян хотя бы перезапустить данную систему вы же в свое время сопутствовали закрытию многочисленных различных диаспоровских групп азербайджанских и не только азербайджанских так почему же вы не трогаете союз армян России видимо для правоохранительных органов данная структура как дольная корова тогда это страшно тогда выходит что какой бы прокурор генеральный прокурор в россии не становился он также будет просто получать финансы от ары абрамян но будет сажать там отдельных личностей но грабеж будет продолжаться не страшно ли это сейчас некоторые я опять повторюсь спросят меня а какое дело тебе ты живешь в азербайджане какое дело азербайджанцам до того что происходит в россии причин несколько первое и очень важная причина мы с россией уже свыше двухсот лет живем так или иначе в одном государстве это первое второе на территории азербайджана проживает триста тысяч только чисто русского населения я не говорю про метисов и так далее славян я говорю про русских сколько азербайджанцев проживает в россии тоже миллиона на которые скопились за столько лет сколько мы живем в общем то в одном государстве за двести с лишним лет так как же мне не переживать за то что происходит в стране где проживает три миллиона азербайджанцев но вам тем кто задает такие вопросы вам этого не понять потому что задают такие вопросы армянство представители армянства вы не знаете что такое быть другом соседом для вас только расчет и больше ничего на этом все дорогие друзья я заканчиваю данное видео сегодня на моем канале будут еще видеоролики всем удачи всегда ваш Сеидов Кямран до свидания до свидания